Джошуа за пять минут просто уничтожил Нгану. Ночью в Эррияде прошел вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нгану. Британский боксер победил нокаутом во втором раунде. Нгану дважды побывал в нокдауне за два раунда, после нокаута его откачивали кислородной маской. Этот бой стал для него вторым на профессиональном ринге. На счету Нгану два поражения. Но есть и приятные бонусы. Это около 20 миллионов долларов за этот поединок. Ну а Джошуа, по информации Форбс, забрал самый крупный гонорар в своей карьере. Это свыше 50 миллионов долларов. На этом же вечере бокса в аккордный пояс чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе разыграли Исраил Мадримов из Узбекистана и Магомед Курбанов из России. В чемпионском бою Мадримов уже в пятом раунде нокаутировал россиянина, который за свою карьеру провел 25 беспроигрышных боев. Барселона обыграла Мальорку и вышла на второе место в Ла Лиге. В середине первого тайма Рафиня Диас заработал пенальти, но Гюндаган не смог реализовать удар с точки. Все решилось на 73-й минуте. 16-летний Ламин Ямаль разобрался в штрафной и положил в дальнюю девятку. Этот гол стал единственным в матче. Барса набрала 61 очко и сейчас занимает второе место в таблице. У Жироны 59 баллов, у Реала 66. Эти команды провели на матч меньше. Завтра утром на турнире UFC 299 состоится поединок казахстанского файтера Асу Алмабаева и американца Си Джей Вергары. Это будет второй бой Асу Алмабаева в UFC. Казахстанец дебютировал в Лиге в августе прошлого года. Он победил с обмиршенным во втором раунде американского бойца Оди Осборна. Что касается соперника Алмабаева, то Си Джей Вергара провел в UFC уже 5 боев и имеет здесь рекорд 3-2. В своем последнем поединке Вергара дрался с бразильцем Венисиусом Сальвадором и выиграл у него единогласным решением судей. Прямая трансляция боя Алмабаев-Вергара начнется ориентировочно в 4.20 по астанинскому времени. Посмотреть этот поединок в прямом эфире можно будет на официальном сайте UFC. Прямая трансляция боя Алмабаева